Мы приветствуем вас на второй части мастер-класса Владимира Тарасова «От виртуального государства к виртуальному бессмертию». Добрый вечер, Владимир Константинович. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Теперь мы приступаем к вопросам слушателей. И промежуточная часть была оранжирование лучших вопросов. И я буду читать в порядке поступления вопросов таким образом, что самый первый вопрос набрал наибольшее количество голосов. Итак, вопрос? Я прошу прощения, чуть-чуть перебью. Значит, наверняка присутствует часть слушателей, которые не слышат самого выступления. Теперь его уже не услышишь, но вы не огорчайтесь. Я думаю, что из вопросов, из моих ответов, многое для вас тоже станет ясно. Пожалуйста, прошу прощения, что перебью. Пожалуйста, Даша. Первый вопрос от Олега Амельчука. Участники вебинара запутались. Смысл быть гражданином виртуального государства пока не очевиден. Исходим из мысли, что все задуманное вами осуществилось. Поясните, пожалуйста, в чем выгода обычному и продвинутому человеку в создании его аватара, участии в жизни вашего виртуального государства. Дайте понять, зачем нам тратить свое время на развитие аватара, какую осязаемую выгоду мы получаем. Можно в формате предвыборных обещаний президента. Будучи гражданином моего виртуального государства, вы сможете первое, второе, третье. Хороший вопрос. Он отражает, я думаю, достаточно большую часть наших слушателей. Наверное, поэтому и выбрали первым. Дело в том, что здесь было сказано, обычный продвинутый слушатель. Вот я за это зацеплюсь. Дело в том, что еще Макиаверия делила граждан на тех, кто совсем не продвинутые, но они не в счет, это были, так сказать, простые люди, а вот люди продвинутые в целом, которые что-то достигли, это попало у него, там были еще и беспокойные люди. Это выделяет особый тип людей, беспокойные люди. Я думаю, что это где-то процентов 5-10 от всей публики. Почему я такой процент и думаю? В 89-м году мы делали большой бизнес-лагерь, где было 500 человек, а кооперативы начались, по-моему, в 87-м году. То есть люди, которые хотели заработать деньги, попробовать новое, решить жилищную проблему, решить большую проблему с машиной, чтобы она была, чтобы дачка была. Вот они стали кооперативно заниматься. Но когда к нам приехали 500 человек, из них кооператоров было примерно 50-му, то есть 10%. Остальные, хотя такая возможность была для всех, они не пошли, потому что это было очень новое. Иначе говоря, люди делятся на те, кто хочет журавль в небе, и те, кто хочет синицу в руках. Вот этот вопрос представляет категорию людей, если мы только вопрос квалифицируем, человек, может, который задал его, он не такой, который хотят синицу в руках. Что я с этого получу? А журавль в небе – это другое. Ну вот мы посмотрим на 90-е годы, кто хотел синицу в руках, подожду, что мне даст эта кооперация, что мне даст этот бизнес. Ну, они немножко подотстали. И вот это очень важно, что, конечно, есть категория, которая хочет синицу в руках получить. Но что я могу точно гарантировать насчет синица в руках? Вот вы, если вы думаете, сейчас я буду агитировать за то, чтобы туда, так сказать, это, конечно, большое заблуждение. Кто меня знает, понимает, что агитацией вообще не занимаюсь. Ну так вот. Значит, что гарантированно вы получите, неизбежно получите. Вот вы записались в это виртуальное государство, стали его гражданином. Для этого предполагаю, что вы прошли, значит, онлайн-курс. И что вы точно получите? То, что люди, которые не в виртуальном государстве вас знакомы, они будут расспрашивать вас, ну как там, ну что там, ну как там. И вы будете рассказчиком. В какой-то момент вы будете интересным рассказчиком. Всем же интересно узнать. Здесь важно не переборщить. А то, если все расскажете, спросите, ну что, и все? И вы сразу авторитет свой снизится у вас. Поэтому надо остановиться, так сказать, не рассказывая так, чтобы больше нечего было рассказывать. Вот. Но некоторые очки, как хороший рассказчик, вы на этом получите. Вот. Конечно, люди будут слушать вас с тайной мыслью, ну там, наверное, все провалится. Вот. И где-то будут такие знаки вам подавать. Вот это вам предстоит. Но не так уж плохо быть в какой-то компании хорошим рассказчиком. Иногда этот такой человек даже кажется интересным, если он вовремя остановился. И для кого-то это будет настолько важно, что вы приведете к какому-то другу или подругу. Именно благодаря этому рассказу ваша жизнь умеется в лучшую сторону. Ну вот, это то, что гарантировано вам, что вы будете того, и будет чего рассказать немножко. Это так. Теперь я вернусь снова к людям беспокойным и спокойным. И так примерно 40 лет назад, примерно, я так смутно помню, я читал статью американскую, где исследуется вопрос, кто достигает в жизни большего? Те, кто хотят семицу в руках или те, которые хотят журавлия в небе? Как вопрос ставился точнее? Есть ориентация человека. Все люди хотят продвинуться, что-то иметь хорошее, материальные блага, удовлетворить свои разные потребности. Это понятно. Но кто достигает лучшего результата? Те, кто ориентирован на отсутствие неудач или на те, кто ориентирован боксными неудачами, им нужно достижение. То есть готовы рисковать, они ориентированы на достижение. А большинство ориентировано на то, чтобы избегать неудач. Они делали такой опрос и для студентов еще университетов. Вот там посмотрели, сколько-то там лет, 10-15, я уже не помню. Ну и кто чего достиг. Какой же результат они получили? В среднем те, кто был ориентирован на избегание неудач, они достигли в среднем статистически большего, чем те, кто были ориентированы на успех. Большего. Но они попали, скажем так, в средний класс или там в высшую часть среднего класса, где-то так поболтались. Но те, кто был ориентирован на успех, большинство из них хуже дало результаты, чем те, кто были ориентированы на неудач. Но высоких достижений достигли только те, кто ориентировал на достижения. Только те. Высшие достижения достигли. Вот. Надо сказать, что вот наша страна была большая, Советский Союз, может кто слышал, была большая такая мощная страна. И что же там-то произошло? Там изначально строилась правящая партия, где она строилась как партия нового типа. На чем она основана? На том, что в ужасной партии там люди разные, много ориентированных на достижения, много беспокойных людей. А вот Ленин построил партию, которая ориентирована на конформистов. Чтобы основная масса членов партии были конформистами. А небольшая часть ими бы управляла. Вот там наверху беспокойные люди. А широкое-широкое основание конформистов. А где взять столько конформистов? А вот рабочие, они и есть конформисты. Что сто рабочих скажут, первый будет искренне верить, что это так. Интеллигенты, два интеллигента, четыре мнения. А вот рабочие, они такие конформисты. И построили такую страну, где конформист стал важной основой государства. и ориентация на избегание неудач. Но при избегании неудач, где достижения будут? А вот построили еще систему таких, мягко сказать, правоохранительных органов, которые кнутом заставляли достигать достижения, делать достижения. Даже кто-то ориентирован на отсутствие неудачи, кнутом может заставить, кнутом, либо в прямом, либо в переносном смысле достижения. И вот был кнут и масса, которая была ориентирована на отсутствие неудачи. Но Сталин умер, кнут исчез, осталась только ориентация на избежание неудач. И карьера складывалась, кто избегает неудач, тот делает карьеру. А кто ориентирован не зашел, с ним вопрос большой. Он выпадает из общего ряда. В результате этого кадрового отбора, где собирались наверх люди, которые избегали неудачи, ну, страна что-то имела, но достижения перестала иметь достижения. И проиграла конкуренцию. Много есть механизмов, объясняющих крушение Советского Союза, но одни из них точно такой. Отрицательный естественный отбор, в смысле опирать тех, которые не ориентированы на достижения, а ориентированы на избегание неудачи. Вернемся к вопросу. Итак, конечно, кто-то будет гражданой, которые ориентированы на избегание неудач. Но будут гражданами, которые ориентированы на достижения. Я думаю, что пропорция будет, наверное, не такая, как в обществе, а доля тех, кто ориентированы на достижения, она будет побольше. Вот те, кто ориентированы на достижения, они не интересуются, что я точно буду иметь. Им этот вопрос не интересен. Синица в руках их не интересует. Их интересует, а каков журавль в небе? А журавль в небе – это вещь недоказуемая, вещь негарантированная. А меня спрашивают про гарантированную. Поэтому вот ответ вот такой. Я закончу. Есть о чем подумать. Следующий вопрос. Андрис Архомкин. Не получится ли ситуация, что виртуальной страной будут возглавлять не патриоты, виртуальную страну будут возглавлять не патриоты и продвинутые, а богатые, как это видно в реальном мире? Патриот повлияет на свой круг людей и привезет 10 друзей, а начальник фирмы, особо не повлияв, заставит прийти 50 подчиненных, что резко повысит его силу влияния на судьбу виртуального государства? Хороший вопрос. Но в этом смысле опасение, что виртуальное государство будет складываться так же, как и реальное государство складывается. И с точки зрения писания реального государства все правильно сказано. Но виртуальное складывается немножко по-другому. Давайте посмотрим, богатые это кто? Есть какой-то небольшой процент богатых, которые богатые, потому что они хорошо работали, хорошо учились, много чего изобрели и так далее. Так сказать, честные богатые. Но подавляющее большинство богатых, ну не подавляющее, но точно большинство, те, которые проявили определенную нечестность и стали богатыми. Не случайно Наполеонско-Аргульёва тезис «Честность. Верный путь к бедности». Мы этот тезис обсуждали, я к нему возвращаться не буду, я им противостоял тезис Генри Форда. Но какое-то зерно, правда, есть в нем. Поэтому богатые в большинстве люди, которые нечестным путем свое богатство получили. Теперь, а каковы шансы получить нечестный путем богатство в виртуальном государстве? Ну тут шансы явно меньше, потому что все оставляется любым. Все оставляется любым. Недаром, когда мы все говорим на камеру, мы стараемся, потому что следы оставляются, мы стараемся так выглядеть получше и там... Ну, не буду описывать, что мы стараемся делать. Но понятно, не так, как на кухне на своей говорим, правда? Да. Соответственно, когда люди везде оставляют следы, они ведут себя по-другому. И тут, наверное, какие-то возможности с нечестным людям особо изощренным, особо умным и ловким достичь богатства нечестным путем, но все-таки шансов гораздо меньше. Шансов гораздо меньше. И в этом отличие. Поэтому думаю, что этого можно в значительной степени избежать. Так что это будет, ну как сказать, какие-то отдельные нарушения, но не та тенденция, какая сегодня, когда это мейнстрим стал мейнстримом, что богатство нечестным путем создается. А будет наоборот мейнстрим честным путем, ну может кто-то будет изворачиваться, да. Но это не будет погоду делать. Мне кажется, этот вопрос подразумевает изначальное неравенство, когда глава фирмы особо не повлияет, заставит прийти дословно 50 подчиненных, да, что повлияет на его силу внутри виртуального государства. Так вот заставить, заставляет-то за кадром, а тут все видно, что он заставил. Это может обсуждаться и прочее. Это же будет видно, что заставил. То есть это не так просто заставлять на людях. Недавно бывает, вот собирается много людей, гости какие-то, а кто-то подходит к начальнику, так вслух спрашивает что-то. Можно я сегодня там типа уйду пораньше, не что-то? Начальнику неловко перед гостями. Он говорит, ну да, мы же договаривались, что-то еще скажет. А другое дело, когда ты-то-то скажешь. Он говорит, ну ты что? Он же не скажет, да ты что, перед гостями. Если вежливый вопрос, я задачу выполнил, которую на сегодня вы давали, я все сделал, у меня там вот это-то, то-то, можно я уйду пораньше? Вот так скажет очень вежливо и корректно. И, пожалуй, разрешит. Или как там это самое, какому-нибудь большому начальнику, типа президента или губернатора, говорят, а давайте мы с вами часами применяемся. Когда на людях такие вещи говорят, то большому человеку трудно, так сказать, иногда найти, что сказать. Потому что люди видят. А здесь все оставляет следы. Стало быть, эти следы могут быть увидены другими. Переходим к следующему вопросу. Алексей Ляхов. Как мы понимаем, теперь из ваших книг смысл любой деятельности лежит за ее пределами. Если мы стали виртуально бессмертными, то как поставить цель за пределами жизни? Этот же вопрос можно задать и по-другому. Не делает ли постановка виртуальных целей бессмысленной реальную жизнь? А вот вопрос на самом деле невольно забегает вперед. Ведь если мы перейдем в виртуальной жизни, то тогда реальная жизнь рано или поздно может и закончиться на самом деле. Вот в чем дело. А стало быть, мы просто уйдем за пределы той жизни. А вот если пределы виртуальной жизни, это пока немножко в тумане. Но думаю, что и там есть какие-то пределы жизни. Только пределы могут быть не временные, а пространственные пределы. И смысл может быть лежать за пространственными пределами. Это я по-другому скажу. По-другому скажу. Давайте представим, что нам все удалось. Вот мы построили виртуальные личности, скопировали себя. Они стали развиваться. И мы свое я перекинули туда. Ну тогда, когда мы уже устали тут жить в физическом теле. Там как-то оно не очень хорошо у нас работает. Даже доставляет больше забот, чем радости. Ну и перекинули туда свое я. И там все очутились. А теперь посмотрим, какая это есть планета, где есть реальные люди или не люди, а там кто-то другие существа, которые реально живут, которые еще не дошли до виртуального мира. Да, и мы посетили. Но мы в виртуальном качестве ее посетили. А теперь обратный вопрос. А нас не посещают ли случайно виртуальные особи, тела которых мы не можем видеть? Где гарантия, что это не так? Нет гарантии. Слово пределы мы сейчас нащупать не можем. Это немножко вопрос, прямо скажем, преждевременный. Он правильный, но преждевременный. Нам пока знаний не хватает для того, чтобы там что-то даже пофантазировать за эти пределы. А теоретически, конечно, есть пределы всеми. То есть, получается, продолжаем ставить цели за пределами жизни? Да. Кроме того, не забывайте, что все, что есть, когда-то этого не было. И времени когда-то не было. И времени когда-то не будет. Но это далекие рамки. Давайте не будем туда залезать. Другое дело, что всегда простые тезисы, простые принципы, они, конечно, много освещают вперед. Неподробно, но так в целом. Я еще помню, Владимир Константинович, как вы сказали, если я правильно поняла, что большую цель за пределами жизни невозможно взять и поставить. Она как бы сама приходит. Она вырастает. Наверное, тогда и вопрос отпадает, потому что одно из ее качеств, по-моему, это органично вписываться во все остальное. И придет время, и она, пожалуй, органично впишется и в виртуальную жизнь. Ну, это мое такое видение. Да, там что-то будет другое. Но это слишком отдаленное будущее. Я думаю, что уже просматривать что-то до виртуального бессмертия, ну, как бы оно и хватит нам. Пока. Пока. Ближайшие 10 лет. Следующий вопрос от Новикова Сергея. Какие цели и задачи стоят перед виртуальным государством? Что представляет собой жизнь его граждан? Как участие в проекте повлияет на реальных людей и общество? Ну, очень много вопросов. Давайте первый. Я то не запомнил. Какие цели и задачи стоят перед виртуальным государством? Значит, этот вопрос так ставится, как будто бы перед государством стоят задачи. Какие-то. Государство развивается. Люди, властвующие лицом в государстве, ставят какие-то задачи. Народ хочет чего-то. Он не ставит задачи, а он только как-то обозначает свои потребности. То есть государство само не является субъектом постановки задачи. Другой вопрос, что здесь хвозит следующее. Что вот создавая как бы государство, создатели его ставят перед собой какие-то задачи. Перед собой какие-то задачи. Но вот здесь важная задача все-таки. Это, конечно, достижение виртуального бессмертия. Это важная задача. Здесь как бы сливается две. С одной стороны, есть тенденция. Переходы государств в виртуальную область все больше и больше. Вот сейчас, если Эстония теперь раньше была малоизвестной страной, теперь она стала известной в Европейском Союзе как наиболее электризованное государство. Не электризованное, так сказать. Больше всего компьютерные технологии развиты в Эстонии. Может быть, лучше в Европе сейчас рассматривать. Поэтому известные иностранцы встречи в той. А, я знаю, у вас там это самое электронное правительство, у вас там что-то еще. Ну, это какой-то простенький шаг. А, в принципе, мир движется в виртуальную область все. Везде. Поэтому, конечно, интересно раньше других туда зайти. Раньше других сориентироваться. И это дает, конечно, массу разных бонусов. Опять-таки, людям беспокойно. Как беспокойные люди раньше начали заниматься рыночной экономикой в Советском Союзе, как только было разрешено, они достигли, конечно, больше, чем другие. Но они рисковали больше, многих из них убивали. Но, тем не менее, это всегда первые получают больше. Испания разбогатела, потому что первые в Америку ворвались. Так совсем. Это одна линия, зачем нужна государство. А вторая, она нужна для виртуального бессмертия. Почему? Многие размышляли, так сказать, об искусственном интеллекте. Это сейчас его строят и так далее. Задут вопрос, а будет ли обладать сознанием, а как нам сделать так, чтобы сознание обладало. На мой взгляд, сознание проснется не раньше, чем будет много таких интеллектов. Много. Потому что человек обрел самосознание, он обрел социум, не в одиночке. Это существенно. А где взять этот социум таких же? Только в виртуальном государстве. Виртуальное государство является средой для обретения сознания нашими аватарами. Одаётся необходимой средой. Это, пожалуй, даже главная цель построения такого государства. Значит, продолжение. Вопроса, что представляет собой жизнь его граждан? Чем занимаемся? За тем же, чем занимались. Тем же, чем занимались. Надо сказать, что оно особенно актуально для русских людей, и для русскоязычных людей, и для россиян, и близких народов, там, скажем, украинцев, белорусов и так далее. В советское время, когда, значит, кончился этот кнут сталинский, и начало замедляться развитие страны, начало замедляться страны, и упало качество работы, упало качество труда, была такая, ходила шутка, вы знаете, русские люди часто любят над собой, над своим государством зло шутить. Я не знаю, как другие народы, но русские любят зло шутить. Но эстонцы тоже любят. Над своей национальностью. И вот такая байка рассказала, что вот там приехали иностранные инженеры, а русские инженеры спрашивают там, насколько мы отстали, они отвечают, навсегда. Или другая байка. Кто-то говорит из иностранцев, знаете, у вас прекрасные дети, а все, что вы делаете руками, никуда не горится. Вот такая байка, значит, передавалась. Так вот, все-таки, да, качество русской работы, она не славится замечательным качеством. Русский человек славится, это, так сказать, какое-то нахождение выхода из разных положений, обхода законов остроумных. В особенности из бедственного положения, наверное, да? Да, да. То есть он рационализатор. Изобретатель, но рационализатор. Рационализатор тот, кто ищет дыры, недостатки, пользуется и так далее. Или заделывает. Вот. А работа руками не очень получается, потому что русский человек очень внутритворческий, и ему одной и той же руками делать не хочется. Одной и той же изо дня в день. А без этого качества не достигнет. Из повторения. Так вот, продукты виртуальные, продукты там айтишные, они не требуют таких рук. Тут даже рука не очень умелая, она может кнопочки нажимать. И в мозге важно. Поэтому продукция, где Россия может выжаться вперед и близкие к ней государства по ментальности, конечно в айти. Конечно в айти. Потому что руками уже не получится делать хорошо. Достаточно будет хорошие дети с хорошими головами и хорошие придумывать вещи разные. Если вещи технические придумать, их надо реализовать, это не получается. То программные продукты и тут реализовать можно и реализовать тоже. Вот поэтому виртуальные государства особо актуальны для русского человека. И виртуальные продукты, которые можно продавать как внутри государства, так и во вне государства. Вот еще одна такая важная причина, потому что хочется же помочь родной стране. России хочется помочь в первую очередь. И ее друзьям, которые сейчас, может, не друзья, но в перспективе все равно же влияют. И третья часть вопроса. Как участие в проекте повлияет на реальных людей и общество? Видимо не виртуально. Да. Значит вот как, вот как, вот как. Есть разные способы построения сложных проектов. Есть способ. Делают, 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 делают. Проект сделали, запустили. Этот способ для очень, приложения очень крупных инвестиций, которые еще могут закончить неудачи, ракету сделали, она не полетела. Это не тот способ, который годится для нас. Step by step. То есть надо каждый раз делать что-то, что само по себе имеет ценность. Скажем, вот форум имеет ценность, имеет ценность, а форум, который вылился в государство и граждан, он немножко лучше. Человек может что-то делать, а там что-то не делать. Я сейчас не услышала. Да. Что-то по связи. Я сейчас не услышала. Можно повторить последнюю мысль? Да, я говорю. Ну, например, скажем, вот просто есть обучение, а есть форум учащихся. Он какую-то функцию играет, он людям как-то улучшает жизнь. Он затрудняет им жизнь, да не затрудняет, не хочет им участвовать. Правильно? Да. А в то же время это лучше, чем пиво пить и живот наращивать, да? Конечно. Да, вот. То же самое с виртуальным государством. Он будет шаг за шагом строиться. Не кто-то его построит и потом подарит людям. А будут каждый раз создаваться все новые возможности. Но те, кто учился на новом курсе, знают, что каждые три месяца какое-то улучшение. Так же и будет виртуальное государство. Оно будет шаг за шагом давать все новые возможности людям, те, которые участвуют, не принуждая их ни к чему. Хочешь воспользоваться невозможно? Пожалуйста. Это дополнительные права. Дополнительные права, исполненные которые сопряжены с обязанностями, но это обязанности не такие, что сперва обязанности, а потом право их исполнять. А наоборот. Права, а потом некоторые обязанности, чтобы этим право им противились. Но права всегда будут идти впереди и больше давать, чем брать через обязанности. Вот и все. Что это будет давать людям в реальной жизни? Да новые возможности. единственный недостаток человек будет уметь и ему будет скучно с теми кто не умеет рядом вот это да, это проблема но вообще Владимир Константинович это очень большой недостаток вашего обучения я должна признаться но чем больше будет людей учиться в виртуальном государстве тем будет больше компания и как бы вот будет с кем общаться вот, и а то попадают такие как бедный Владимир Владимирович такой безызвестный попал не с кем поговорить, кроме Ганти вот, значит это жалко такого человека, который не с кем поговорить, поэтому чем больше будет людей в виртуальном государстве, тем больше будет возможности с кем поговорить переходим к следующему вопросу если можно Малевич Олег задает вопрос каким образом виртуальное государство может улучшить реальную жизнь конкретного человека в его стране будет ли возможность монетизировать выгоды блага полученные в виртуальном государстве в реальном да, значит такая возможность есть но она не главная я бы не на это обратил внимание вернее такая возможность будет всегда можно сделать то есть ну вот есть есть уход от налогов а есть законная оптимизация налогов да например использование оффшоров которые законны это законная монетизация то есть законная оптимизация налогов правильно? когда оффшоры запретят будет незаконно если что-то другое будет есть законы вот конечно виртуальное государство в смысле вот такой выгоды о которой идет речь оно конечно позволит так сказать при изготовлении и продаже своей продукции особенно виртуальной но не только как-то законно оптимизировать налоги но не это главное ведь монетизация для чего? чтобы получить деньги а деньги для чего? для того чтобы удовлетворить потребности правда? деньги никто не кушает есть конечно скупые рыцари которые открывают свою руку смотрят и получают наслаждение но в основном но в основном деньги нужны чтобы удовлетворить какие-то потребности да чтобы выглядеть хорошо перед другими людьми чтобы было интересно развлечься поумнеть и так далее так вот эти потребности можно прямо удовлетворять многие из них обходя монетизацию монетизация это излишне звено излишне звено кому-то интересно пойти посмотреть какое-то шоу потому что скучно шоу скучноватый ну а так совсем скучно а кому-то интересный собеседник лучше всякого этого шоу тупого но шоу требует денег а собеседники требуют денег поэтому конечно есть собеседники которые за деньги беседуют это психотерапевты там консультанты и так далее вот такое тоже есть но в принципе можно обойтись и без этого привычного взгляда как монетизация я бы на это обратил больше внимания что сэкономим на удовлетворении потребности она не даст заработать деньги а сэкономить и не тратить их на глупые или вредные занятия хорошо следующий вопрос да в чем смысл виртуального бессмертия для чего мне нынешнему это бессмертие нужно задает вопрос мужник Антон да значит оно может быть нужно и не нужно потому что часто вещи которые человеку кажутся нужными они не нужны например человек сгоряча заработав очень много денег построил дом большой ну там 500 или 700 метров квадратных а живут двоем женой ну как-то вот как-то тягостно да тягостно или там мы покупали там себе звезды дома во Франции в Таиланде там где-нибудь еще не знаю там не знаю в Америке в Америке где-то да вот и кто же и кто же пользуется давай обслуга которая там которая храняет дом вот они свои гостей водят они там кайфуют да за чужие деньги вот а бедные звезды они думают с тоской лучун туда специально приехать чтобы дом не пропадал вот так бывает когда человек излишек себе берет так же и жизнь кому-то она лишняя кому-то не каждому человеку нужно бессмертие бессмертие нужно тому кто не успевает сделать интересные вещи в жизни это жалко хочется и это сделать и это сделать и это сделать ну давайте продлим жизнь а потом продлив ее приходят еще новые вещи еще другой проект третий проект все более глобальный проект вот таким людям нужно бессмертие а тем кто устал одно и то же каждый день делать ну зачем бессмертие лучше второй раз родиться или третий может быть более удачным рождением я думаю Владимир Константинович что какие-то вопросы будут повторять сказанные вами вы тогда сразу говорите Григорий задает вопрос вот какие цели и задачи ставит автор перед виртуальным государством для чего планирует создать виртуальное государство автор почему это планирует я думаю это намек на вас да 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 догадываюсь значит тут конечно много желаний во первых как я сказал задержава обидно мне хочется чтобы Россия давала продукты на мировой рынок но я понимаю что она может давать виртуальные продукты а реальные еще долго не сможет давать может тогда сможет давать когда они будут уже не нужны то есть уже эпоха реальных продуктов пройдет вот поэтому вот эта ниша виртуальные продукты она на мой взгляд очень нужна Россия и государство как виртуальный продукт который как государство как технология его построения оно может быть потом востребовано и так далее это одна причина другая причина конечно то что интересно это просто я живу за границей поэтому я переживаю за Россией больше чем если я жил внутри потому что когда человек живет внутри он не видит как он плохо живет например я всегда поражался живут люди где-то скажем в Челябинске где отравлена экология есть у человека там какая-то дачка 4 квадратных метра или еще что-нибудь на огороде какой-нибудь дети болеют дети в плохой экологии растут человеку нет чтобы все бросить поехать туда где нормальная экология или хотя бы получше экология есть не знаю на Алтае может в Петербурге я не знаю где там получше но наверное есть зоны более хорошие чем в Челябинске но они не едут они не едут потому что они не видят если бы они пожили скажем лет 10 как я сейчас здесь скажем нахожусь в Испанию но они бы наверное не захотели может быть конечно патриотин но в принципе когда человек человек не не выходит за рамки своей обыденной жизни то ему очень трудно видеть как он плохо живет я тоже очень хорошо это понимаю мне тоже тяжело выходить за рамки люди которые увидели как плохо живут в Европе в основном в Европе они двинулись в Америку освоили Америку но это не все люди двинулись ну что уж там говорить часть города иногда тяжело поменять не то что в другую страну уехать вот вот это вот инертность очень большая какой вопрос был я отъехал за врук да значит сейчас я уже тут опережаю немножечко какие цели и задачи ставит автор перед виртуальным государством для чего планирует создать виртуальное государство а вот так подождите а почему я туда приехал про то что это будет полезный продукт для России и что вы переживаете за Россию находясь вне России да 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 а вот я правильно я говорил о том что находясь вне России мне видно как плохо в России можно гордиться но все равно плохо 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 грязновато воровато как-то много лишней пустой работы плохо сделанной работы много много некрасивого неэстетично много вредного да вот я вижу это и хочется чтобы это изменилось конечно вот значит ну много на самом деле целей кроме того ведь это самое было такой анекдот советское время один человек был очень похож на Ленина ой не буду рассказывать ладно 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 время не позволяет скажем так рассказал надо сказать и он внешне одевался как-либо а ему говорят слушай ты что позволишь ты на Ленина так похож даже думаешь может это Ленина уже да что вы нежность у миши куда денешь но я к тому что все таки если у человека мысль куда-то работает трудно остановиться конечно же есть у многих людей если один пишет музыку и не может остановиться другой там пишет директивы не может остановиться я занимаюсь социальной технологией и не могу остановиться это тоже причина очень важна следующий вопрос Василь или Василий возможно ли достижение виртуальным государством такой силы что с ним будут считаться реальные государства реальные государства все туда плывут конечно будут считаться знаете как вот я вот скажу пример из конца конца 80-х вот уже у нас была школа но она кооперативная была школа да вот а чиновники из министерства в рамках которой я работал в свое время да вот встречали меня чиновники такие дамы важные статусные с мощными связями и возможностями и задолженности и за связи ну как ваш вафельно-пирожковый кооператив сверху вниз так сказать вот это как бы Талинская школа мейджора но кооперативная называлась была обязана вставить кооперативную а прошло 5 лет и эти же дамы так сказать совсем по-другому говорили и готовы были пристроиться куда-нибудь вот так же так же это и есть с реальным государством да они могут сейчас сверху вниз смотреть на виртуальные государства но пройдет сколько-то лет и они будут скорее чего-то надо заимствовать что-то виртуальную область вот это надо передать и это передать и вообще как бы хорошо что виртуальные государства еще продолжали мы с ними считаться все меняется все меняется смотри пьесу Чехова и Звишневый сад приходят новые времена приходят следующий вопрос Аникин Константин Владимир Константинович а для удовлетворения какой человеческой потребности будет служить виртуальное государство зачем человеку его аватар за исключением любопытства и развлечения не будет ли это еще одной виртуальной игрой или социальной сетью значит без сомнения многие кто запишут туда в смысле зарегистрируются они будут рассматривать как развлечение а да это будет развлечение тоже так же как многие ходят на семинары на оффлайн семинары многие ходят как на развлечение в том числе только такое интеллектуальное развлечение как хоть театр с интересными постановками необычными как на развлечение это будет составляющая но не только не только будет. Скажем, вот у нас был случай в бизнес-лагере, опять-таки, вот это был большой бизнес-лагерь, почему я к нему возвращаюсь, потому что 500 человек это много. Территория, когда семиэтажный отель, большой пионер-лагерь и все наши там большой просто, это много. Поэтому пока нам большего масштаба не удалось сделать, поэтому многие вещи новые были оттуда поняты. И вот там был такой случай, что я беседовал по окончанию лагеря, три дня потратил на то, чтобы поговорить персонально с каждым, что он вынес из лагеря, что ему понравилось, что не понравилось и так далее. Была необходима такая процедура по некоторым причинам. И один из них сказал так. Он говорит, я поехал развлекаться. Тут поехали учиться, там рыночные экономики, я поехал развлекаться. Я решил, что я не был участник, ни в политике, ни в бизнесе, ни в управлении. Я просто буду болтаться. Вот такое. И это мне удастся. Многие поставят цели, которые не удастся. А я поставлю цель, которая мне удастся. Я буду болтаться. И ничего не делать. Вот. Я поставил такую цель. Но теперь я должен сказать, что я очень многому научился. Я ничем не занимался, но я обнаружил, что я другой человек. Я очень много чему научился. Для меня неожиданно. Так вот, для тех, кто придут развлекаться, они тоже много научатся. Ну, конечно, смотря где развлекаться, и смотря где болтаться. Да, и с кем общаться. Окружение влияет. Да, 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 конечно, конечно. Владимир Константинович, позволите ли вы сейчас напомнить нашим слушателям, что это, конечно, не Бердянский лагерь 1989 года, но осенью этого года мы ждем всех бизнес-лагерь Владимира Тарасова в Черногории, который состоится в октябре. Это будет позволительно, если я сейчас напомню? Да, да, да. Это дело в том, что это связанные вещи, потому что именно в бизнес-лагере, который был год 3-4 назад, именно в Черногории, мы первый раз попробовали, по-моему, я об этом рассказывал в своем основном докладе, да, не помните? По-моему, нет. Нет, да. Дело в том, что мы впервые попробовали виртуальную часть в таком виде, что была большая карта, которая моделировала зал, и каждый человек был представлен фигуркой. И делали люди ходы на этой доске. И нельзя было кое-что сделать в реальной жизни, если ты на фигурку твоя не там оказалась. Да, например, скажем, нельзя вызвать на поединок человека, если к нему не подойдешь. Хочется, подойди к президенту, а на доске там охранники есть. Вот, и так далее. То есть, и казалось, что это будет просто, ну, такое зрительное отражение реальности. Но получилось очень быстро, скорее наоборот, что то, что происходило на доске, то стало диктовать то, что в реальности происходит. Поэтому бизнес-лайкер, он тесно свят. И у нас сейчас планируется, да, в октябре, там, 20 каких-то числах. Не помню. 17 по 24, если не в принципе. Да, 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 да. Вот так примерно. Да. Октября планируется. И мы там, в принципе, если позволит нам обстоятельство, мы попробуем сделать следующий шаг в виртуальное пространство, более мощный шаг. Я вот сейчас послал техническое задание в Армению. Но Армения страна победнее, скажем, России, да, тем более и Эстонии. И я рассчитывал, что там дешевле программистов, потому что техническое задание на программе послал, чтобы спрограммировать часть виртуальную. Вот. Мне первую оценку дали, но чего-то там многовато денег просит. Вот. Я теперь размышляю. Надо запросить три предложения из Эстонии и России тоже. Да, 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 да. А также Белоруссии и... Да, 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 да. Я к тому, поэтому я сейчас не знаю, готовы ли мы инвестировать деньги туда вот на это или нет. я имею в эту часть. Но возможно, что мы склоним... А еще здесь есть время, надо успеть разработать до лагеря, уже скоро. Вот. Поэтому может она оказаться, может нет. Но многие вещи, которые мы делали для виртуального государства, мы отрабатывали, конечно же, бизнес-лагеря. Потому что, что такое бизнес-лагеря? Это люди заехали. Из них раз, два, три построили государство или нескольких государств. Они с нуля пожили, кто-то разорился, кто-то сделал карьеру, кто-то что-то сделал, потом собрали и убрали. За неделю, да? И много всяких конституций было, возможностей провести. И мы изучали разные способы построения государства. И за десятки бизнес-лагерей, конечно, мы большой опыт в этом приобрели, который пригодится для виртуального государства. Без сомнения. Без сомнения. Но оно будет не так строиться, что я все придумаю, да, и вот вам спустил такую паку, да, вот действуйте по ним, как мольки, скажем, когда там французы, франко-русская война там началась, французы же пошли вперед, его разбудили, мольки там, французы же пошли. Он говорит, вон там, возьмите папочку, там, крайнюю слева, и действуйте по ним. И сам прирус, в другой блок, и продолжится спать. Это полководец русский, да? Вот. Нет, не так, что я дам папочку, действуйте по ним. Нет, папочки никакой нет. Это будет строиться шаг за шагом и строиться будет самими участниками, самими. Так же, как в бизнес-лагере, в реальном бизнес-лагере. Не так, что мы говорим, делай то, делай это. Далее правило, а дальше что? Ну, просят совета, дадим совет, да? Вот и все. И делимся картиной мира. На части дикой я делюсь картиной мира, да? И кто-то спросит совет, я даю совет. Все. Но не приказываю, ничего не ограничено, все как есть, как идет их. И направляется он, вот таким образом, ненасильственными методами, что называется. Вот. Только мягкими технологиями. Вот. Значит, здесь будет то же самое. Поэтому построить, не я построю, виртуальный государство, построят его жители. Спасибо, Владимир Константинович. Следующий вопрос. Марина Свищева. Да, можно создать аватар человека на основе его бигдата и систему выборов. Но как быть с тем, что человек меняется? Ведь люди тем и отличаются от роботов, что имеют склонность к изменчивости. Например, я после рождения ребенка уже в некотором смысле другой человек. Один, это я версии 2010 года, а второй, это я версии 2017. Выходит, у меня одно и может быть два разных аватара? В принципе, конечно, может быть два разных аватара, без сомнения. Но, но, хотя человек меняется, аватар меняется. Но наступит момент потом, когда я буду решать, покидая свое тело, какой из своих аватаров, или будет единственный аватар, я буду сказать, я хочу свое я меня перебросить. Как скажем, вот, есть три дома, да, есть три дома в разных стравах. Туда-сюда, а где я хочу жить в итоге? Я решаю и переезжаю туда. Вот. Так же и здесь. Какой аватар я хочу, чтобы был я, да? Трудно сказать. Здесь много вопросов, конечно, решенных есть. Но, в принципе, будет момент, когда надо будет решить, покинув тело, куда переместиться. И все-таки мне еще кажется, что и 2010, и 2017 это все я. Это части одного целого. Мне так кажется. Не я-то сохраняюсь, я сохраняюсь. Конечно, развивается, да, развивается. Просто мы многого не знаем о себе, да, определенной пары, скажем так. Да. Сейчас вот, сейчас вот, скажем, с клонами вопрос большой. Потому что, когда будут делать, клоны человека будут делать, это запрещено, но когда, какой запрет останавливал? Да. Те, кто запрещали, в тайных лабораториях сами будут этим заниматься. Понятно. Вот. Первым нарушителем любого закона является сам законодатель. Ибо любая приватизация начинается с приватизации законодательства. Ну, так вот, я к тому, что клон человека, это тоже большой вопрос. Потому что, я, как, вот я говорил в своем выступлении, что я, это некоторая система выборов, которая, не результат выборов, а система выборов, которая для человека так же, ну, где-то она там на генном уровне, не знаю. Это, этого я не представляю, это не моя специальность. Но я понимаю, что он есть в некотором виде, существует, и это, то, что это существует, это существующее, можно перемещать в другое место, в другое тело. Вот, это несомненно. Это следует из самых простых принципов здравого смысла. Потому что здравый смысл, надо сказать, это очень-очень инструмент для исследования реальности в себе на чего угодно, которым не очень, ну, недостаточно потребляют, я считаю, люди свой здравый смысл. вопросов. Значит, и может оказаться, что нет, я, пожалуй, не буду забегать в вопрос, но проблема нескольких я, она тоже существует. Она тоже существует. И не только в виртуальном мире. Предлагаю перейти тогда к следующему вопросу. Да, да, да. Егор Ключанцев задает, пока я жив, любой аватар будет восприниматься как копия меня, но не я. Единственный способ стать бессмертным, единственный способ стать бессмертным, который я смог найти, кроме генетических модификаций, это умереть одновременно с созданием абсолютной копии моего я, в том числе, возможно, виртуальной. В связи с этим вопрос, чем именно можно будет заниматься в виртуальном государстве. Почему жизнь в виртуальном государстве это инвестиция, а не трата времени? Какие выгоды мне, а не моей копии это может принести? Но дело в том, что разница между реальным и виртуальным миром она не такая большая, как кажется сейчас. Не такая большая, как кажется сейчас. Вот. И если я хочу что-то сделать, что-то создать, да, что-то создать, то это же создать может виртуальный я, а он может и дом, руководитель строительством дома может и может. Руководитель посадкой деревьев может и может. Чего такого он не может, чего могу я? Только то, что я делаю собственными руками, да, или в чем участвует мое собственное тело. Но таких работ, где я делаю руками, а сейчас, скажем, даже в компьютере, можно так сказать, глазами уже компьютеры, есть когда можно печатать глазами, смотря на разные буквы, да, не трогая руками, да, все время туда двигаемся, в эту сторону. То, в принципе, если я чем-то управляю, что-то создаю своим умом, то не нужно делать для этого. И все то же самое будет сделано. Вот. Поэтому эти различия, они будут постепенно стираться. А уж когда наступит эпоха роботов, а уж то, что она уже наступила, можно сказать, эпоха роботов, самый простой робот, который там пол, пылесосец сам бегает, да, и сам на подзарядку бегает, когда устанет, когда садится. Но этот примитивный робот, но это уже говорит, что эпоха роботов наступила. Все. Все сложнее и сложнее. Теперь уже холодильник сам заказывает, недостающие продукты, смотрит, сколько молоко есть, нет, закажу через интернет. Вот. Это все идет. Поэтому реальная жизнь наша, она видоизменяется. Видоизменяется. И скоро физическим трудом никто не будет заниматься. Никто не заниматься. А потом будет меняться представление о прекрасном. Ага. Сейчас прекрасное тело, это там Аполлон или Афродита, да. А когда, а когда, так сказать, вот не нужно физически работать, да, то начнет потихоньку меняться, меняться представление о прекрасном. Например, сейчас уже качки никому не кажутся прекрасными, правда? Как насчет женских вьян? Качки кажутся прекрасным телом. Или лучше хочется, как у Давида, там, у Никеланджева, как-то оно более интересное тело. Да я особо ни тех, ни других не встречаю, что с ними сложно сравнивать. Нет, ну давай сравним качков там, не знаю, Швад Снеггера и Давида. Ну, статуи-то помнишь Давида Никеланджева? Канет, я помню, конечно. По-моему, более гармонично, более красиво. Ну, гармонично, да, да, конечно. Ну, более приятно для Влада. Ну, меняется эстетика. Она будет меняться, будет меняться, и многое меняться с эстетикой. Но хлеб-то кто будет выращивать? Мы же умрем все, если все будут заниматься, только лучше. роботы, еще не хватает, да, о чем разговор. А красота, значит, будет большая голова и нечто поддерживающее? Нет, нет, красота, красота будет небольшая голова. Как раньше женщину оценивали, ее качество, а чтобы таз был большой, чтобы рожала хорошо, здоровые детей. Это ее было главное достоинство, для семьи, для жизни, да. Сейчас это главная достоинство. Наверное, даже мозги, кого-то интересуют женщины. Вот. Сейчас уже меняется критерий оценки женщины. Мужчины тоже теперь, не обязательно, он должен быть сильный, и льва копьем убить. Хочется, чтобы он еще, так сказать, что-то соображал бы головой, да. Вот. То есть, вот это перемещение оценки людей в сторону интеллектуального, оно уже произошло большое в человечестве, и будет идти дальше, конечно. Идти дальше. Итак, следующий вопрос. Георгий Шалибашвили. Владимир Константинович, можно ли изменить я, в скобках, систему выборов человека? И если да, то каким образом? Спасибо. Да. Это старая проблема, изменить я, когда человек недоволен своим я. Да. И ответ на нее был дан в 18 веке французским просветителями, которые сказали, хочешь изменить человека, изменить среду. То есть, хочешь изменить себя, поменяй социальную среду себя, вокруг себя. И проживание одновременно в виртуальном государстве, это без сомнения другая следа, которую невольно будет менять я каждому. Невольно. Но кроме того, если без виртуального государства, значит просто изменить ту социальную страну, в которой находишься, ту национальную среду, в которой живешь, тот государственный строй, переехать в другую страну с другим строем. Да, самые разные могут быть способы изменить свое я. И ты неволе изменишь, когда изменишь среду. Другого способа пока не придумано. Следующий вопрос. Я добавлю, я добавлю. Если раньше люди были недовольны своими, они, скажем, даже презирали себя, что-то там хотели изменить, то куда они шли? Можно, когда сама менять себя? В церковь? Монастырь. Правильно. Монастырь. Почему монастырь? Почему не дома молиться? Почему не дома там кушать малая гость? Но одному не получится. Вот. А уж и среда меняется, человек меняется. Раньше был убивца, а теперь он такой добрый человек, и всех спасают душу. Когда он все бросил, конечно. Когда он все бросил, все отдал людям, переспытался и так далее. Вот. То есть изменение среды, это стандартный способ был тогда вот такой, довольно распространенный. Покинь монастырь. А сейчас много других способов. Владимир Константинович, вы спрашивали, что более кажется гармоничным, человек культурист или, да, какое-то прекрасное тело гармоничное. Я хочу еще сказать, что я обнаружила, что чем больше занимаешься виртуальными вещами, тем больше надо посвящать времени все-таки здоровью тоже. То есть посидел в виртуальном государстве, государстве, обжался или прогулялся. Это не надо забывать, потому что, да. Без самым, без самым, без самым. Но появятся скоро виртуальные технологии, которые будут это делать. Остаемся в ожидании. Следующий... Ведь известно, извиняюсь, я приведу такой пример, что мысль, она в результате воплощается в физическое тело тоже. Есть такой ужасный пример, но хорошо запоминающийся и яркий. Когда осужденному к смертной казни сказали, что его казнят тем, что, значит, вену перевезли. Его посадили в ванну, провели стороной с капелью по руке, а глаза завязали, там надели колпак. Вот по руке в ванну. Или там жидкость пускали по руке. Никто ему не разрезал вену, но он умер. Такая же смерть была, как если бы кровью не было. То есть это пример того, что человек думает так, и меняется его физическое тело, ощущения, ожоги делают так, да? Или наоборот, не чувствует боли. Почему можно не наращивать мышцы, не перегонять, изменяясь там, в жир мышцы, в мысли? Это возможно, только сейчас мы не знаем как. Ну, это все будущее. Я по тренировке. Потому что, ну, представим, какое тупое занятие, тренировать мышцы, бегать там, там отжиматься, чего-то делать такое. Это такая потеря времени, да? Ради здоровья. Ну, здоровье требует, да. Но почему же, почему же проще не поступать, каким-то образом, новые технологии не родить, которые не будут отнимать столько времени на то, чтобы себя там, это самое, спортом заниматься, а будет тело спортивное, подвижное, гибкое и здоровое. Конечно. Я что переживаю? Среди ваших поклонников, Владимир Константинович, много спортсменов. Поэтому я как бы... Это хорошо, хорошо. Хочется сказать, что это... Защиту, да. Да. Перейдем к следующим вопросам. Да. Александр Скурчаев задает. Здравствуйте, Владимир Константинович. В первую очередь хочу поблагодарить вас за вашу работу, ваш труд, многим людям, и мне в том числе понять жизнь. Мой вопрос, возможно, покажется каверзным. И провокационным, но тем не менее его задам, не имея злого умысла. Как, находясь в виртуальном государстве, виртуальным человеком, накормить реальных детей семью? Не кажется ли вам, что переход к человеку виртуальному сопряжен с потерей не только семьи реальной, но и самой человечности? Да. Вопрос понятный, потому что известно, что есть люди, которые увлекаются компьютерами, программами, играми, они забывают и семью, и поесть, и даже есть умершие. От того, что они заигрались и забыли поесть. Все это так, да? Но это не игра, это созидание. А созидание, оно кончается продуктом, полезным людям. А кто полезен людям, тому не дадут умереть с голоду. И накормят детей, помогут накормить детей. Это просто надо, смотря, какая работа у человека. Если она отвлекающая, то есть, это работа, которая, так сказать, не связана с созданием чего-то, это работа конвейерного типа, как в колесе. Ну, конечно, здесь виртуальный мир ничем это не поможет, только если не будет какой-то продукт делать виртуальный, который будет пользоваться спросом. Но значит... Но там же тоже будут какие-то вакансии, какая-то работа, какой-то взаимодействия. Да, может быть, работа, для программистов точно будет работа, да? Для дизайнеров точно будет работа. То есть, понятно, государство будет строиться, а кто его будет строить? Программисты, дизайнеры, там, филологи, корректоры речи. То есть, ну, разные люди будут строить это, и там работа будет. Но для лесоруба там, скажем, работы будет меньше, скажем так, да? Тут тогда какой-то дарторой будет задача. Опять-таки, ведь не сразу же всех удовлетворит виртуальное государство на первых этапах своего строительства. Возможно, гораздо больше появится возможности кормить детей, не сразу, а позже гораздо. И если же не позволяют средства, человек живет, ходит с концы с концами, ну, тогда можно сказать, виртуальный государство пока не для него, надо что-то зарабатывать на хлеб. Если это так, ну, пусть человек зарабатывает на хлеб. Так же, как, скажем, Америка, там, золото появилось, двинулся народ туда. Все поехали? Нет, не все. Кому-то не хочется бросать семью, так далее, рисковать. Кто-то поехал, кто-то не поехал. А потом все захотели поехать и сейчас, ну, не все условно все. То есть масса людей захотели, сейчас масса людей хотят выиграть лотерею и получить американское гражданство, да? Масса, масса людей, да? А нельзя сказать, что такая масса двинулась в Америку в начале. Только в это государство, может быть, позже тогда оно будет для тех, за кого спрашивает наш уважаемый коллега, позже будет для них это вот, оно привлекательнее, но не на первых, не на самом начале. Я тоже подумала, что чьи-то дети могут опередить родителей. Да, да, да. В этом смысле. Да, дети могут опередить, да, правильно, дети могут тоже. У нас нет ограничения в онлайн-курсе для, по возрасту. Следующий вопрос от Андрея. Владимир Константинович, почему вы настолько уверены, что все действия в виртуальном государстве будут оставлять свой след? И почему организаторы виртуального государства, знающие алгоритм взаимодействия аватаров, не смогут этим воспользоваться в своих корыстных интересах? Да, значит, ну, насчет не все действия оставлять след, ну, конечно, потому что люди, конечно же, будут кто-то знать друг друга, хотя в виртуальном государстве под другими именами участвуют, не под своими, вот, но кто-то познакомился, кто-то знает, что вот этот человек, они о чем-то могут договориться, не в виртуальном государстве, а в реальном, и один другого может обмануть, и в виртуальном государстве не выполнить то, что он обещал там за кадр, да, конечно, какие-то действия не будут оставлять след, но качественно совершенно другое количество действий будет оставлять след, чем не в виртуальном государстве, то есть это, а количество переходит в качество, то есть процент действий, оставляющий след, будет, ну, на порядке выше, чем то, что в реальноме жизни, это раз, а второе, тоже там организаторы виртуального государства что-то будут использовать это, ну, как бы для себя, это предполагает, ну, давайте так, я утрирую, да, что-то организаторы сумели всех доставить в рай, да, всех в рай решили доставить и сами отказались, не будут ли они рай использовать, что-то здесь прикупить здесь на земле чего-нибудь, в доме какой-нибудь или велосипед или еще что-нибудь такое, водочки здесь прикупить для рая, вот не будут ли использовать себя, как-то у нас представление рая немножко другое, да, я утрирую, то есть организаторы не для того, чтобы использовать в этой жизни ваша жизнь гораздо менее интересна, чем жизнь там, невозможно этим заниматься, когда реальная жизнь интереснее, чем жизнь там, даже не интереснее, потому что кто хорошо делает свою работу, тот, кому она интересна, правда, все, что сделано великого, созданного человечества, это людям, было интересно это делать, интересно было делать автомобиль, интересно было делать самолет, интересно было делать телевизор и так далее, всем, кто это начинал делать, им было это интереснее, чем заниматься ерундой, которой занимаются обычные люди, просто это не по адресу вопрос, как это смысл. Может быть, имеется в виду, только человек стесняется его задать, хотя может и нет, речь идет о защите персональной информации или как бы вот о чем-то таком? Ну, во-первых, значит, здесь есть много вопросов сложных, которые раскладываются на простые вопросы. Значит, без сомнения, в виртуальном государстве будет проблема защиты от, защиты от покушения извне, от хакеров, да. Да. Потому что людей, которые хотят сделать что-то плохое, их немало. И используют ум для гадости. Их немало, да. Трудно сказать, кого больше даже. Кто ум для гадости или для личного обогащения хочет использоваться во вред другим. Или для того, чтобы и себе, и людям сделать хорошо. Трудно сказать, таких больше, да. Значит, защита должна быть? Должна быть. Без сомнения, от таких людей. Защита от дурака должна быть? Должна быть. И защита от организаторов должна быть. Защита от организаторов тоже должна быть. Это как, знаете, когда заставляют жену прятать от себя водку, да. Такой честный пьяница. Такие тоже могут быть. Вот. Значит, когда человек просит зашить ему от пьянства что-то, да. И так далее. Вероятно. Да, про себя. Потому что хотят ли организаторы сейчас использовать водку? Не хотят. Могут захотеть? Могут. Поэтому защита. Пожалуйста, значит, защитите меня от самого себя. Пример такой защиты, скажем. Вот у нас появилось в этом онлайн-курсе, да. У нас правило такое. Что не набрал 600 очков, значит, баллов, 600 баллов. Диплома не получишь. Вот. И вот появились люди, которые стали говорить, вот мне не хватает там 5-10 баллов, так далее. Ну, как же так вот? Как же так? Дипломы получим. Ну, чебухи не хватает, да? Угу. Вот. Ну, то есть, как бы намекают на то, что можно перепрыгнуть в пропасть на 98%. Ну, давайте сделаем, что можно пропасть перепрыгнуть. Вот. Значит, мне надо что-то отвечать. Я своим коллегам получил, что отвечать. Ответ такой. Когда спросят, а нельзя ли мне там 1-2 балла добавить, чтобы я получил диплом на мое большое спасибо, или просто, чтобы я слезы, так сказать, утер, да? Ну, как-нибудь, да, добавьте 1 балл. Скажите, что при создании системы Владимир Константинович распорядился, чтобы сделали такие программы, что когда он попросит добавить кому-то 1 балл или больше, чтобы оказалось, что это очень сложная вещь. И вообще никого елки не стоит. Чтобы вы защитили его от его доброты. Да? Ну, да. Также я бы хотел, чтобы защитили меня от моих злых умышлов. Есть такие появятся. Я же не знаю, как я буду развиваться. Вот. Но я знаю, чтобы меня защитили. Спасибо. И следующий вопрос. Владимир Константинович, кстати говоря, час у нас уже прошел, а осталось еще 6 вопросов, вот из первой, скажем так. Партии, да. Да, ну давайте под что-то еще сделаем. Евгений Юрковский. Здравствуйте. Если все сложится так, как вы предполагаете, то для моих детей всегда будет возможность получать советы и рекомендации от меня, в скопах моего аватара, и для детей, моих детей и так далее. Это как если бы я сейчас мог общаться с моими предками, мог бы иметь их жизненный опыт, а если учесть, что все повторяется, я мог бы видеть будущее, прослеживая цикличность происходящего. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну все правильно, что-то комментировать. Я вам скажу, как вижу свою личную судьбу в частности, вот виртуальную, то есть в онлайн-курсе. Вот я сейчас там что-то говорю, расскажу, да. Вот, конечно, я со временем буду менять эту систему, там что-то снова перезаписывать, конечно, не без этого. Вот. Ну вот, техника развилась, и можно сделать так, то мой голос воспроизводится, да, компьютером, так что не распознаешь. Внешнесть моя воспроизводится, движение мемника воспроизводится. Это может быть? Может быть. Итак, я воспроизвожусь. Но только вот если я буду теперь то же самое, прошло там 800 лет, то как-то это может быть не актуально, то, что я говорю, правда? Да. Вот. Получается, это курс не бесконечен. Обидно. Делаем так. Раз уж все воспроизводится, то опираемся на что? Что я, ну, будем считать, что поскольку я долго живу, я довольно много чего знаю. И направление, и все прочее. Не то, что я курс, но просто живу долго. Вот. Но я прекрасно понимаю, что какие-то частные вещи в менеджменте, в бизнесе, мои слушатели, любой их слушатель знает лучше, чем я. Кто-то знает очень много лучше, чем я, кто-то мало. Но нет такого слушателя, который какой-то нюанс не знал лучше, чем я. Правда? Логично? Ну, остается поверить на слово. Смотря какая тема, наверное. Да нет, да нет. Кто-то попал в ситуацию вот такую. Он знает, чем она точно кончилась. Ах, в этом смысле. Ну, да. Да. Какой-то фрагмент социальной технологии точно знает лучше, чем я. Правильно? Да. Правильно. Почему бы вот эти фрагменты, то, что знает лучше, чем я, мне бы мою речь не включить? Тем более, когда я многие включаю вещи, то, что мне слушатели рассказывали, особенно какие-то истории рассказывали, анекдоты, я же включаю свою речь, да? Также и мой аватар, который уже не отличит меня, который будет на экране выступать, или уже будет трехмерный экран, уже это будет, так сказать, голография фактически, да? Со временем. И буду включать то, что мои слушатели знают лучше, чем я. Слушатели меняются, и мое повествование меняется. И я всегда буду знать очень много и современного, и все, пошло-поехало. Я буду вечно обучающим, да? Поэтому придут мои дети, внуки, правнуки, праправнуки, они будут слушать прапрапра, прапрапра, прапрапра. А дедушку, который рассказывает очень современные вещи, в теме он все знает, замечательно, замечательно. Ну, и то же самое на коллегу, который задал вопрос. Да, да, будете учить. Почему нет? Потому что это виртуальное бессмертие. Такого рода, это другого рода бессмертия. Мы еще сюда мое я не заложили, а потом заложили. Можно зарплатить, но даже не заложив, для внуков, внуки все равно не различают, есть у него я или нет. Это понятно, я объяснила, или нет? Да, просто мне кажется, кто-то должен это виртуальное бессмертие поддерживать, то есть вот этой новой информацией насыщать, да, вот этот образ. Да, это программное обеспечение делает. Ну да, и что, у каждого человека имеет смысл поддерживать для его внуков и поколений? Сейчас посылают, извиняюсь, на Марс посылают команду какую-то, сколько-то человек. Каждого человека сейчас собираются послать? Нет, не каждого. Дорогое удовольствие. У кого деньги нет. Да, да, да. Вначале не каждого, потом видно будет, пока дойдет до более широкого использования, еще что-то разовьется, уже другое будет. Ведь кто такие богатые люди, я скажу, с другой стороны? Богатые люди, это нищие, живущие на пособие, но не со своим поколением, а со своим поколением внуков и правнуков. Вот та техника, те средства, та медицина, которая будет доступна многим правнукам, только им, она уже богатым людям доступна. Это понятно? Ну да. Да, но когда мы их сравниваем с тем, чем они пользуются, не количественно, а качественно, чем они пользуются, какой техникой пользуются, какой медициной пользуются, для своих праправнуков это не будет пользование богатого человека. Богатые люди будут там пользоваться более современным. Они будут как бедные там пользоваться. Да. Это понятно? Ну да. Богатый сегодня, это бедный по сравнению со следующим поколением. Вот почему. И подспудно богатые люди понимают, ощущают подсознательно, что они нищие по сравнению с другими поколениями. Поэтому они тянутся с другими поколениями. Они там бухают деньги в медицину и так далее. Им хочется жить и с своим поколением, а со следующим, а лучше еще раз, следующим, не с подругами дочерей, а с подругами внучек и так далее, и так далее. Здесь и составляющие тоже есть, потому что богатый считает себя нищим, когда он забегает далеко вперед. И во время человека от нищего к богатцу, потом от богатства к нищему, когда время изменяется. Но о чем мы говорили сейчас? Мы говорили о том, что можно будет общаться со своими детьми, детьми детей и так далее, придавая им опыт. Да, а что же я еще говорю? Я спрашивала, будет ли это возможно для каждого человека? А, для каждого человека. Ну да, вот я и говорю, что то, что сегодня для богатых, завтра для бедных тоже. Но бедные относительно. Всегда будут люди, получающие раньше что-то и люди, получающие позже. Люди, получающие ферментальные вещи, люди, получающие массовые вещи. Это всегда будет. Всеобщего равенства не будет никогда, потому что равенства не равных есть нерависть, а люди всегда будут не равны друг другу по ментальности, по характеру, по всему, по-разному. Поэтому так. Можно следующий вопрос? Да. Следующий вопрос, я так понимаю, Алекс его задает. Привет. Здравствуйте, Владимир Константинович. Очень хочется послушать ваши рассуждения по следующему вопросу. На нашем веку наш цифровой аватар обретет самосознание. И, допустим, мы сможем это проверить. Будем 100% знать, что аватар себя осознает. Как будет складываться жизнь и взаимодействие я и цифрового я? Это как переключение нас между разными типами сознания, по аналогии сна, или два разных сознания, пути которых будут все больше и больше расходиться? Спасибо. Да. Значит, ну, мы имеем, да, мы действительно, мы имеем два я, одно наяву и другое восьмое. Два я имеем. И это чередуется. Иногда происходит наложение одно на другого я. Иногда происходит такое наложение, когда мы то ли спим, то ли нет. И когда мы пытаемся понять, мы спим или нет, мы тогда просыпаемся. Вот такой элемент наложения язык. Вот. И здесь то же самое. Мы не можем двоя ощущать, они все равно попеременны. Так же, как, я так понимаю, что при расформении человек то один, то другой. То есть не так, что одновременно. Два не может быть. Все-таки во времени эта разница есть определенная. Вот. А так же здесь могут быть переключения. Такие. И эти переключения могут делать человека, ну, не успешным. Но не тотально неуспешным, но вот в этой деятельности. Поэтому, возможно, будет необходимо отказаться от одного изъяда для того, чтобы будто не с такой не было. Угу. Вот. Просто вот выскочить из одного, прощаться, проснуться. Проснуться, закончить слон, значит, проснуться и перейти в другую я. Сон, закончить. Следующий вопрос. Хотя, извините. Хотя, возможно, и в порядке развлечения, когда обстоятельства позволяют, во-первых, возвращаться к другому я. Да? Тоже. Как люди иногда хотят поспать, чтобы увидеть сон. Ну да. Я думаю, что да. Мне кажется, мне во время не сна у меня гуляет я туда-обратно. Поэтому, как бы, я слушаю так и понимаю, что всем рад. Надеяться на продолжение сна, которое увидел, да? Да, да, да. Понимаешь, что надеяться? Да. Ну вот, если с удовольствием засыпает, а вдруг я уберу этот сон? У меня в детстве была книга «Сон с продолжением», и благодаря моим родителям эта мысль посетила меня достаточно рано. Ясно, ясно. Но пока вот я лично не обладел такой технологией, чтобы сон продолжался. Потому что, если обладеть, это уже будет точнейшим. Евгений Севастьянов задает вопрос. Владимир Константинович, планируете ли делать доступным историю действий в рамках деятельности на просторах виртуального государства, жителям государства друг к другу? Будет ли так называемый социальный рейтинг наподобие того, что сейчас планируют ввести в Китае? Будет ли возможность посмотреть ответы на вопросы, оценки и комментарии из пройденного курса персонального управленческого искусства другого? Опять очень много вопросов. Ну, по числению. Так, планируете ли делать доступным историю действий в рамках деятельности на просторах виртуального государства, жителям государства друг к другу? Ну, всегда есть право на знание и право на незнание. Это важно для категории. Они всегда будут. Человек имеет право что-то про другого человека знать, и есть что-то, чего он не имеет права знать, если бы вы не согласны. Это всегда будет. Поэтому доступности всего и вся всем это не будет. Кто имеет право знать, тот будет знать. Кто не имеет права знать, тот не будет знать, а если будет знать, то по какой-то пути, которая тоже легальная. Может быть, длинной цепочкой и так далее. Вот, это во-первых. Во-вторых, знать все, это значит запутаться окончательно. Что-то все знать возможности. Это как интернет. Может, как бы много чего содержится, но не значит, что мы знаем все, что в интернете. Или как все боятся подслушки. Что все все подслушивали с утра до вечера. А сколько надо ушей и сколько надо лет этим ушам, чтобы услышать хотя бы, что за одну секунду в мире говорится. Вот, это все, это все-таки должна быть граница реального. У каждого будут свои права делать что-то или чего-то не делать. Это нормально. А другое дело, что в принципе есть возможность для тех, кто имеет право знать, знать это. Такая возможность будет. Да, второй вопрос какой-то. Будет ли так называемый социальный рейтинг наподобие того, что сейчас планируют ввести в Китае? Значит, социальный рейтинг, ну, для чего-то. Да. Скажем, у нас есть социальный рейтинг, там, бизнес-лагерь делаем. Это место, занимаемое в экономике, в политике и в управлении. Да. Такой рейтинг делали. Рейтинг. Он для того, чтобы человек сам посмотрел на себя, чего надо подтянуть, да. Вот. И кроме того, чтобы получил моральное удовлетворение. Ну, так сказать, вот ордена дают, но ордена дает кто-то, да, субъективно дают те ордены или не дают. Вот. А тут вот рейтинг – это нечто более объективное, чем он. Вот. Это, может быть, имеет смысл. Наверное, какие-то рейтинги будут, потому что это инструмент сам по себе неплохой. Неплохой инструмент рейтинга. Даже для самого человека это полезно. А вот. Недаром мы, когда у нас обучение в онлайн-курсе, там рейтинг есть же, да, где человек видит, он как выше других, по успеваемости ниже, как идет быстрее других, повышается в рейтинге, медленнее. Ну, что это человеку дарил. Но человек помогает. Так же, как, скажем, есть такой способ выбрасывания веса, это наблюдение веса на весах. Стоит только начать наблюдать на весах, как вес начинает съезжаться, если он регулярно смотрит. Или не закрасит, по крайней мере, да? Да. Просто потому что нас это останавливает. Ну, вот так и здесь. Рейтинг, конечно, будет использоваться. Дальше что? Будет ли возможность посмотреть ответы на вопросы, оценки и комментарии из пройденного курса персонального управленческого искусства другого жителя государства? Ну, другого государства, это, ну, как бы, это его, ну, принадлежит, его ответы на вопрос. Как бы, я бы, наверное, не очень хотела. Не знаю. Нет, ну, да, 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 да. По согласованию сторон, возможно, возможно, что работодатель будет требовать, да, работодатель, наверное, на работу, он говорит, так, пожалуйста, разреши мне обратиться, посмотреть свои ответы на вопросы, прежде чем я тебя возьму на вопрос. Он скажет, я пойду в другую компанию, где люди более скромные, да? Вот, такое может быть, всякое может быть. Но, конечно, только согласие, согласие либо самого человека, либо того, кто заплачивал за него курс. Если не он сам платил за курс, и условия его обучения с работодателем, кто оплачивал, или со спонсором, кто оплачивал курс, были таковы, это другое дело. А так, что я хочу посмотреть там Василия Петрова, нет, нет, это его дело, да. И, конечно, будет охраняться информация, так сказать, такого частного характера, защищаться, да. И следующий вопрос от Веселевского романа. По каким технологиям аватар будет взаимодействовать с миром и оказывать управляющее воздействие после смерти субъекта? Он после смерти субъекта, но он будет распоряжаться с теми аватарами, которые еще имеют тела в реальном. Для того, чтобы в реальном мире что-то распоряжаться и действовать, ему нужно последних. Это те аватары, которые имеют физического носителя. Он уже не имеет артам, они не имеют. Вот, либо роботы еще будут, он будет точно управлять роботами можно, а роботы будут много. Роботы смогут, так сказать, трудно сказать, ничего не смогут делать роботы. Ну, можно переходить к следующему вопросу? Да. Надежда Казьмина. Добрый день. В своей книге «Сфера» Дэйв Эггерс описал полное стирание границ между виртуальной жизнью и жизнью реальной, когда все, что происходит с одним человеком, транслируется в режиме онлайн тысячам пользователей. Когда под лозунгом «тайна – это ложь», делиться – значит любить, частное – значит ворованное, точка. Как сохранить частную жизнь в виртуальном государстве? Как избежать неравенства, которое неизменно возникнет в виртуальном государстве? Значит, неравенство. Равенство не бывает, оно не возникнет, оно всегда есть неравенство. Только оно перекочевывается с одного, так сказать, аспектом на другой. Оно всегда неравенство. Вот, скажем, даже, скажем, пятерка по какому-то предмету в школе. Один знает на девятку, а не на пятерку, но нет такой оценки. А другой еле-еле получил пятерку. Всегда есть, всегда любое равенство – это неравенство. Поэтому не избежать неравенства невозможно, надо просто его принимать, как оно есть, и что-то с ним делать. Нас радует эта неравенство данное, не радует ли, чего оно может быть полезно, чего нет. Это просто реальность. А что там было на этом? А как сохранить частную жизнь в виртуальном государстве? Ну, частная жизнь, она и будет частной жизнью. То есть в виртуальном государстве, скажем, вот возьмем, я попроще скажу. Вот у нас бизнес-лагерь будет. Я скажу теперь, какое, собственно, я техническое задание на что там дал, потому что это касается этого. Значит, когда у нас фигурки двигались на карте, да, карты отражались в компьютере, каждый мог в компьютере видеть эту карту и как люди передвигаются. Жизнь не так. Жизнь для того, чтобы мы еще за 100 километров, мы не увидим. Нам туда надо поехать, чтобы увидеть. А на карте, как это было в прошлом лагере, все видно. Но, а сейчас мы заказываем такие программы, когда для того, чтобы увидеть, что в дальнем конце, надо туда прийти или приехать на автомобиль, если там купил автомобиль и построил. Надо туда прийти или приехать. Если поставили стену, то она нам мешает видеть, что там. Ее надо там, скажем, снести, чтобы было видно и так далее. Вот тебе и частная жизнь. Мы там окружили стеной, построили дом виртуальный. И все, туда никто не зайдет. Туда никто не зайдет. Так просто. А это может быть замок. Все то же самое. Нет никаких изменений в частной жизни. Тем более, не забывайте, что это сегодня двумерный мир. Виртуальный. Завтра он будет трехмерный. А послезавтра он будет с осязанием и с обонянием, и со вкусом. Да? Вот виртуальный мир будет. Его представлять себе, что он так и останется сегодня плоским, как бы раньше, и нет, и не так. И как была частная жизнь, а так же и останется. Но следы-то все время будут. Только следы будут не всем доступны. Трудно сказать, что будет доступно полиции, чего не будет. Это, так сказать, дело законодательства. Да? Вот. Но, в принципе, теоретическая возможность заглянуть сколь угод далеко в прошлое, она будет. Сейчас нет возможности заглянуть далеко в прошлое. Поэтому всякие разговоры о том, что было тысячи лет назад, не говоря о том, что две тысячи лет назад было, это, ну, как сказать, ерунда. Там никто ничего не знает. Никто ничего не знает. Это все фантазии, так сказать, историков, которые имеются какие-то элементы объективные, они из этого дальше достраивают какую-то фантазию. Если они друг в другом согласились, это и есть история. А если не согласились, это разные истории. Вот. Мы этого знать ничего не можем. А в виртуальной реальности мы сможем знать всю историю свою, ну, в подлинном смысле слова. Другой вопрос, сколько времени займет знакомство с этой историей? Может, чтобы не познакомиться и потребуется бесконечная жизнь? А для этого может пригодиться. В частности. Ну да. Ой, не могу сказать, Владимир Александрович, что это простая тема для меня. Честно говоря. Просто она для меня простая. Она требует много. Важно знать направление. Направление такое. Надо, скажем, вот нам холодно, замерзает, ледники наступают. Нам надо двигаться на юг. А как двигаться на юг? Обойти эту скалу справа и слева и так далее. Нам важно знать направление. Мы знаем, что двигаться надо к виртуальному государству, к виртуальному бессмертию. И к виртуальному проникновению в другие миры. Вот куда нам надо двигаться. Нам надо избавиться от физических тел. Ну, для меня, во всяком случае, это точно бы решило проблему физического перемещения, на которое порой сложнее решиться, чем на начало жизни. Да, а почему я говорю надо? Надо не потому, что хочется, а потому, что это будет. Просто кто раньше это сделает, тот раньше избежит всяких таких вещей, которые неприятны. Которые могут помешать, саморегизоваться и так далее. И у нас последний вопрос из 20. Мы вот только их успеем взять. Поскольку каждый вопрос состоит из множества подвопросов, так и Жилин Алексей задает нам несколько вопросов. Правильно ли я понял ваш ход мыслей? Первое. Разработка своеобразного классификатора для описания системы выборов человека. Два. Считывание системы выборов конкретного человека. Три. Ее воспроизведение применительно к поступающей информации. Четыре. И отсюда виртуальное бессмертие. Мы идем к девятой и так далее ступеням менеджмента. Управление за пределы жизни и смерти. И еще. Считаете ли вы возможным в будущем создание себе виртуального помощника? Антия в каких-то аспектах моей личной системы выборов. Так. Начнем сначала. Значит, там некоторые логики выстраиваются. Шаг 1, шаг 2, шаг 3. Да. Шагов 4. Да. Шагов 4. Так вот, это логика такая, проектирование. Логика проектирования. Это логика сегодняшнего проектирования. Логика сегодняшнего проектирования. Когда мы уже создадим виртуальное государство, еще не создадим виртуальное государство, то логика проектирования у нас поменяется. Я не знаю как, но она точно совершенно поменяется. Потому что есть разные логики. Есть разные логики, и логика может поменяться. Даже я скорее ожидаю, что она будет не такая, как говорят. Это то, что все логично на сегодняшнем уровне нашего знания. Логично такое проектировано. Очень логично. Я бы даже с ним согласился бы, если бы не понимал, что через 10 лет я с ним не соглашусь. Потому что будет найден другой способ этого построения. Есть разные способы построения. Как, скажем, раньше было аналоговые машины, теперь появились, так сказать, дигитальные, а не аналоговые. Потом появляются снова аналоговые. То есть разные есть, разные подходы к этому, к моделированию. Все это меняется. Поэтому забегать вперед и сказать, что после построения виртуального государства она нормально работает. Когда уже аватары есть, они, так сказать, кажутся даже обладающими самосознанием. Они все-таки еще не обладают. Вот теперь нам надо виртуальный бессмертик. Это значит, я только. И у нас будет эта логика. Ну, трудно сказать, что это так. Но много чего узнаем до этого. Начиная с того, что мы узнаем, что я человека, это не в я заприченном, не внутри человека. А вне человека находится я. Мы можем узнать это. Не все, не все, не все внутри человека. Это не кусочек материи, который сидит внутри человека, там где-то, не знаю, в легких или в сердце. Это что-то другое. Это комбинация таких образцов поведения в социальной технологии, не как в науке, а как некоторые субстанции в социальной науке, в социальной технологии, которые конструируют из разного поведения некие я. То есть, вот это представление у нас достаточно сильно изменится о том, что такое я, как его искать, и как его реконструировать, и как его перемещать. Я говорю, через 10 лет я отвечу на вопрос. Это знаю, что не так, как сейчас, поэтому я не собираюсь сейчас на него отвечать. То я говорю, в сегодняшней, вот моей логике, все логично, все правильно. Но я знаю, что когда дойдет до этого дело, будет по-другому. Тут еще такой вопрос. Считаете ли вы возможным в будущем создание себе виртуального помощника анти-я в каких-то аспектах моей личной системы выборов? Думаю, что не так. Скорее, вот я уже описал, что вот свое будущее как преподавателя, да, что я хочу сделать систему, когда знания, хорошие знания фрагментарные моих слушателей, собираясь вместе в моем аватаре, они будут очень хорошо преподавать, обучать и так далее, 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 и так далее. Вот. Зачем мне анти-я? Я рассчитываю на краусос. То есть на то, что моему я будут помогать все окружающие. Вот такая технология. Они все мне будут давать советы в той области, которую знают лучше, чем я, в данном прогнозе. Не нужен кто-то один, который знает что-то лучше, чем я, но все равно, все равно третий знает лучше, чем он, и лучше, чем я вместе взятый. Поэтому я делаю ставку на краусосы, на краусосы, поскольку за ним будущее, которое сегодня нам не снилось. Да. И не снилось. Владимир Константинович, у нас осталось 20 вопросов. И что вы будете с ними делать, если можно спросить? Я вот что с ними буду делать. Это два вопросов из лучших, прошу прощения. Да, из лучших. Думаю так, что мы их распечатаем, вопросы. Дело в том, что вопросы многие повторяются. Нет более скучного вопроса, чем какую выгоду буду иметь сразу, как только приобретут гражданство. Значит, вот эта синица в руках, она меньше всего меня интересует. Это люди, которые, пусть они будут в государстве, но не они будут делать там погоду. А если будут делать погоду, то именно коллективом, а не один-два. Поэтому интересно, если наберется интересных вопросов, которые не повторяют те, на которые я ответил, то мы сделаем еще один вебинар. Они, мне кажется, не очень-то и повторяются. Очень интересный вопрос, надо сказать. Да, ну тогда сделаем еще один, мы уже так поступали. Это на мой взгляд. Да. Кроме того, я думаю, что были слушатели, которые сам доклад не слушали, не смотрели еще. Пусть они посмотрят доклад к следующему вебинару. Я не знаю, когда. Мне надо, перешлите мне вопросы. Кто не знает, то я нахожусь далеко. Да. Вот. Не в Талине. Вот. Значит, перешлите мне вопросы, и я посмотрю. Если там набираются вопросы на хороший вебинар следующий, вопросы интересные, не повторяющие сегодняшние вопросы, то сделаем еще вебинар. Хорошо, тогда. Собственно, мы можем делать эти вебинары периодически, если будут новые вопросы возникать. Я не против. При одном только условии. Если число слушателей будет увеличиваться, они сокращаться. Если число слушателей будет сокращаться, то есть многие люди поймут, что, ну, это такое будущее далекое. А русский человек планирует на год максимум, а дальше там стратегически планировать занимаются, русские люди не стратегии вообще. Вот. То может подумать, ну, это не мое. Все больше будут люди понимать, это не мое, не мое, не мое. Ну, тогда... Тогда вебинаров не будет на эту тему. Тогда я займусь продвижением этих вещей. Другие способы вебинара – это не единственный способ продвигаться вперед. Не единственный способ. Ну, и надо теперь посмотреть, как у нас пойдет с гражданством дело. Это редко меня тоже очень интересует. С гражданством? Да. Ну, да, у нас с Нового года будет запись гражданства. С Нового года начнется. Следующий. Ага. В 18-м году. А, в 18-м... Ой, уже же... Ой, надо же, уже так полным ходом. 17-й год идет, мне казалось, это как далеко. Это год уже не целый, это дырянный год. Это уже тут год сколько уже. Уже много получилось. Уже 8 месяцев прошло. Ничего себе. Да, правда. Спасибо, Владимир Константинович, большое. Я предполагаю, что премиум менеджмент разошлет всем соответствующие письма, в которые будет полная ясность, что и как и когда будет дальше. Ну, да, через некоторое время разошлет. Да, да, конечно. Сейчас я благодарю всех, кто имел терпение, да, слушать меня до конца. Вот. И если ваши вопросы дадут тому повод, то мы встретимся еще раз на этой теме. Благодарим вас, Владимир Константинович. Благодарим вас, уважаемые слушатели. Спасибо всем. До свидания. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok